Все, Спартак Спартак теперь станет чемпионом А в следующем году То есть в этом Он выиграет Лигу Чемпионов Да, выиграет Лигу Чемпионов Это новая эпоха Спартака Мы знаем это В этом году Обязательно Спартак станет чемпионом Спартак Это вот Спартак новый И всегда он будет побеждать Ребят Вот это была пародия На болельщиков Спартака Знаете, как я это называю? Это приступ бешеного поросенка Да А я это наблюдал Вот этот приступ Да, уже лет так Блядь, 12 Сначала Спартак все ебут Потом Спартак выигрывает Один или два матча И пиздец Начинаются О, блядь Великий Спартак вернулся Великий Спартак Мы знали, что Великий Спартак вернется Блядь Потом после вот этой всей эйфории В какой-то очередном матче Блядь Их снова нагинают раком И ебут так, что Просто пиздец Вот На самом деле Матчи Спартак-Урал Ну, да Спартак Реализовал свои шансы Три своих шансы Ну и там еще Два пенальти были Таких Хуй его знает Да Но я не поросенок Я не фанат Спартака Поэтому я скажу Ну да Пенальти Пенальти Да Вот А во всем остальном Ну, Урал слабый Очень слабый Вот И не надо обольщаться Тому, что сейчас Спартак находится на втором месте И на четыре Очка отстает Зенит Не, ребят Успокойтесь Алло Кто там Болельщики Спартака И фанат Спартака Вы в этом году не будете чемпионом Я вам и точно говорю В этом сезоне Будет Зенит чемпионов Потому что вы То, что вы там отстаете На четыре очка Это абсолютно ничего не значит Потому что у Зенита Сейчас два матча Дома с Химками Их прибьют С такой атакой Как у Зенита Они их прибьют, конечно И потом у них Игра в Сочи Все Вот сейчас они Шесть очков возьмут И все Забудьте про это Вам Вам, да Спартаку Надо все сделать Чтобы удержаться На втором месте Чтобы потом выступать В Лиге Европы Вы не ослышались В Лиге Европы Потому что В Лигу чемпионов Через квалификацию Вы не пройдете Никак Вы никак Туда не пройдете Блядь Понимаете Потому что Оборона у вас Говно Тренер у вас Говно Немецко-итальянский Трудовик Он не физкультурит Нет Трудовик Вот Трудовик И Когда вы будете Играть В квалификации Лиги чемпионов Вас там конечно Отъебут Блядь Я даже не представляю Ой Блядь Ну и поэтому Будете Лиге Европы Играть Вот В целом Я игру Спартака Оцениваю Ну Играли Ну схемы Играли Ну обыграли Краснодар И обыграли Урал Все Блядь Краснодар Совершенно Разобран Краснодар Разобран Вообще По запчастям Они сегодня Проиграли Дома Динамо 2-3 Хотя вели 2-0 Ну да Они в меньшинстве Играли Какая разница Какая разница И Краснодар Разобран Вообще В хлам Ну что Что можно сделать С этим Блядь Детским трейдером У Саи Не надо Обольщаться Болельщикам Спартака От победы Над Разобранным Краснодаром И Уралом Надо Понимать Что вы На кубок Проиграли Динамо Правда Потом выиграли В чемпионате В Динамо И Проиграли Турбин Ну это тоже Следующий матч У Спартака Это С Ростовом Карпин Да Карпин Главный тренер Ростова Будет принимать Спартак Да И я более чем Уверен Что Ростов Там Минимус Играет Ничью Потому что Почему Потому что Для Ростова Есть шанс Выйти В Лигу Европы Они всего На 3 очка Отстают От 3-го Или 4-го Места Поэтому У Ростова Есть все шансы Вот в этом Матч И будет все решаться Потом У Спартака Еще матч С Локомотивом Будет Вот Еще У Спартака Будет Дерби С Циска Вот Я думаю Циска Их Привьет Там Вот Не надо Больщаться Этим вторым Местом Потому что И Локомотив И Динамо Играет Сейчас Очень Хорошо После Перерыва Зимнего Локомотив И Динамо Играет Очень Хорошо И У них В принципе Есть Хороший Шанс На Второе Место Да Вот Спартак 44 Сейчас Очка Да Локомотив 40 Динамо 39 То есть Отставание От Локомотива И Динамо Соответственно 3-4 Очка Ну Что Это Такое 3-4 Очка Спартак Играет Как я Говорил На Вызи С Ростова Спартак Играет С Локомотива Спартак Играет С С С С Ну Блядь Ну Я Просто Хочу Сказать Что На самом Деле Не надо Обольщаться Болельщикам Спартака То Что Вот Они Вот На Втором Месте И Вот Отрыв От Третьего Места 4 Очка Да Блядь У вас График Вы Еще С С С С Динамо Которые Обыграли 2 1 Да И Проиграли Рубину Рубину 2 1 Вот Блядь По-моему Паралозом А Не Вот Поэтому Не надо Обольщаться Тут Борьба На самом Деле Впереди И В Принципе Второе Место Второе Место Будет Решаться В В Очки Встреч в ближайших встреч в каком состоянии в каком состоянии будет Спартак в этих матчах, я не знаю но я очень сомневаюсь что Спартак останется в втором месте потому что графику не хочется про чемпионство забудьте потому что Зенита не догонится у Зенита сейчас 6 очков, 2 матча и все но обольщаться этой победой над Уралом слушайте, о чем вы говорите забудьте я повторю всех болельщиков Спартака у которых, блядь сейчас истерика что мы, блядь, великие запомните, ребята как говорил еще Бугнов Александр Бугнов вся команда познается в матчах с очными соперниками с конкурентами это он рассказывал, когда он играл в Спартаке и тренировал Бесков и они и основной матч это был матч Динамаки и вот по этому матчу рассматривали полезность игроков поэтому на мой взгляд стоит сравнивать игру команды не с Ураломи не с разобранной командой а с прямым конкурентом конкретно с Зенитом повторяю самый главный матч вообще этого года был матч в декабре там между Зенитом и Спартаком и вот там просто там счет там ни при чем Зенит выиграл 3-1 вся тема в том, что Спартак просто отбивался там просто было футбольное изнасилование вот пример это так играл примера Спартак где-то в 94-м году когда они играли допустим с какой-нибудь океанной находкой вот потому что соперник допустим океанной находкой не мог ничего сделать он просто стоял и отбивался вот пример был это был тот матч когда ну вот вот на что способен Спартак потому что я считаю что этот Спартак наверное наихудший за 5-6 лет вот повторяю самая главная игра это то что вы показываете с прямым конкурентом конкретно сейчас Зенит а вы ни хера не показали да кто-то будет говорить вот если бы сейчас Спартак играл с Зенитом вот тогда а вы что ебу дали вы хотите сейчас с Зенитом сыграть ребят я вам напомню что в декабре месяце да Зенит был уставший просто пиздец они провели 6 матчей в Лиге Чемпионов да да а вы ни хуя не проводили Спартак не проводил у Зенита было много травмированных игроков вот поэтому и ты при всем при этом Зенита в играх физически гораздо лучше чем Спартак вот поэтому болельщики Спартака не обольщайтесь вас вам предстоит борьба за второе место и когда если вдруг вас выебут пару раз вы сильно не огорчайтесь вот потому что ну это нормально я пока ничего хорошего в Спартаке не вижу да атака играет да за счет пенальти вы выигрываете да соперники очень слабые но все матчи все матчи у Спартака впереди а матчи очень серьезно вот всем пока смотрите российский футбол